Казанский федеральный университет принимает участие в национальном проекте здравоохранения. В рамках этого проекта ученые химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета занимаются разработкой системы ингаляционной доставки с управляемым высвобождением. В настоящее время основными способами приема лекарств являются таблетки и уколы. Альтернативным методом является ингаляционная доставка, то есть человек просто вдыхает носом лекарственный препарат. Он достигает легких, затем поступает в артериальную кровь и легко усваивается организмом. Лекарственный препарат начинает работать очень быстро, он очень впитывается, получает экспрессное действие. И в отличие от инъекционного введения, которое мы используем при помощи шприца, когда вводим лекарственный препарат, мы не доставляем никакого неудовольствия, скажем так, пациенту. В мире, в принципе, много научных групп работают над этой проблемой. Наша особенность, что мы, кроме самого способа введения, реализуем еще и увеличение растворимости лекарственных препаратов. Это вторая проблема, которая сейчас стоит, очень серьезная проблема фармакологии, потому что порядка 60% новых лекарственных препаратов плохо растворяются в воде. Растворимость лекарственного препарата в воде очень важна. Если препарат плохо растворяется в воде, то организм не может его усваивать. Для этого приходится увеличивать дозировку. Ученые Химического института имени Бутлерова используют полимерные матрицы для создания микрочастиц, которые увлекают за собой плохо растворимые лекарственные препараты, тем самым повышая его концентрацию максимально быстро и до необходимого уровня. Чем меньше дозировки, это выгодно с двух точек зрения. Во-первых, это меньше побочных эффектов, меньше лекарственных препаратов, меньше побочных эффектов. Во-вторых, это выгодно с точки зрения экономики. Меньше лекарственных препаратов, но, следовательно, меньше надо за него платить. Вместе с Александром Герасимовым систему разрабатывают аспиранты и студенты химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. Для нашей работы не нужно создавать новые лекарственные препараты. Мы работаем с тем, что уже есть. Мы улучшаем свойства уже существующих лекарственных препаратов. Поэтому проблем с клиническими испытаниями становится намного меньше. В ближайшую пятилетку вывод на рынок таких лекарств возможен. Продолжение следует...